Дорогие друзья, мы сегодня с вами находимся в непривычном для нас месте. А все почему? Фаберлик начинает действовать. Уникальная супер акция для наших вип-консультантов. Условия ее просты. Выполняйте 100 баллов личного объема с 4 и по 11 период 2020 года. Победителей ждет уникальный подарок, незаменимый на нашей кухне, мультиповар Авриологи. Поверьте, с ним вы приготовите самые уникальные блюда для своих друзей. И мы с вами сейчас в этом убедимся. Я приглашаю к нам шеф-повара из Италии Джованни Филиппоне. Чао, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле я уже попробовал наши замечательные мультиповары. И могу сказать, что с ним получается все очень просто, быстро и вкусно. Давайте что-нибудь вместе подготовим. Замечательно, Джованни, давайте. Поехали. Друзья, с вами будем сегодня готовить один из моих самых любимых блюда. А это дорадо по-сесибирски. Пока Джованни готовит, приглашаем к нам, Регину Оленину. Привет, друзья. Регина, расскажи, пожалуйста, почему в качестве подарка мы выбрали именно это чудо техники? С удовольствием. Такого мультиповара еще точно ни у кого нет. Вы не купите его ни в одном магазине. В нем есть несколько автоматических программ. Гриль, жарка, тушение и выпечка. Вы можете комбинировать эти функции и выбирать время, исходя из ваших кулинарных предпочтений. Внутренняя чаша мультиповара очень вместительная. И посмотрите, как удобно. При приготовлении пищи она вращается вокруг своей оси. А это значит, что ваше блюдо не пригорит и будет равномерно готовиться. Порпус мультиповара может наклоняться влево или вправо. И вам не нужно постоянно открывать крышку, чтобы перемешать блюдо. Ведь мультиповар это сам сделает за вас. В комплекте с мультиповаром вы найдете специальную съемную ручку, чтобы вы не обожглись, когда будете извлекать чашу из мультиповара. Есть также дополнительная сковородка для выпечки и специальные щипцы для нее. Ну и, конечно же, решетка-гриль, на которой также можно готовить пиццу. И посмотрите, какой стильный, утонченный дизайн. Этот мультиповар подойдет к любому интерьеру. Давайте посмотрим, чем у нас занимается Джованни. Да, Регина. Итак, смотрите, друзья, что мы здесь занимаемся. Занимаемся рыбой, конечно же. Смотрите, чтобы сделать наша дорадо по-сатирийски, нам необходимо несколько ингредиентов, такие, как, конечно же, дорадо, помидори, черри. Потом у нас есть вот такая вот очень вкусная трава, которую я обожаю. Тимьян. Тимьян, молодец. А по-русски, как мы можем ее называть? На чем похожее? Чебрец. Чебрец, молодец, Регина. Потом у нас нужна еще, конечно, апельсина. Апельсина – это тот фрукт, который в Сицилии есть очень много. Найдутся. Можно найти их везде, на рынок, в магазине. Можно их прямо из дерева оторвать и съесть прямо бесплатно. Потом есть каперси тоже из Сицилии. Чеснок, но он не из Сицилии, но я вам гарантирую, что он вкусный. Потом у нас есть еще оливки, конечно же, соль, перец и басиличок, который уже мы чуть-чуть нарезали. Смотрите, приготовление этого блюда очень простое. Мы должны с вами несколько ингредиентов порезать и потом все вместе смешивать и замариновать дорадо. И, конечно же, потом его отправить в нашу чудо-машину. Так что, смотрите, я как сам себе уважаемый итальянец ленивый человек. Поэтому давайте, дамы, на работу. Согласны? Согласны, конечно. Что мы будем делать? Что мы сделаем? Регина, не, не Регина. Да, Регина, давайте вы меня нарежете помидоры. Ирена. Ирена, да, простите. Вы у меня нарежете цедру апельсина. Знаете, как это делается? Нет, вы научите меня. Ну, это овощи чистить. Смотрите, что мы сделаем? Мы должны отрезать слегка цедру таком образом. Хорошо, чтобы у нас получилась тонкая-тонкая цедра, да, без белой части, которая выходит подописием. Хорошо, попытаюсь. Хорошо, мы много слайсов таки сделаем и потом я вам подскажу, что делать дальше. Давайте. Джованни, Джованни, не уходи от нас. Я не ухожу, я просто вам выступаю вместе, чтобы у вас было удобно. А скажи, вот ты уже несколько раз проговорил о том, что Сицилия, Сицилия, ты из Сицилии, что ли? Я из Сицилии, да, и ради Сицилии я жил там до того, как мне исполнилось 27 лет, и потом как-то решил приехать в Россию. Как-то? Как-то, да, было. Была такая история. Мне понравится климат. Ничего себе! Сохрани свою красоту в холодный русский климат. Мы наоборот хотим в тепло, а ты приехал в холодную Россию. Ну, что все это хотят. А вы были в Италию? Да. Где, в каком районе, в каком городе? Много разных городов. Это и Рим, это Венеция, это Флоренция, это Рим, я была еще в Болонии, в Милане. А на Сицилине были? На Сицилине были. Ну, молодцы. А что больше всего понравилось? Мне Рим. Рим. Почему? Ну, наверное, мне понравилось он своей архитектурой, потому что именно там я поняла, насколько все сильно, мощно, и я увидела с другой стороны, наверное, на свою жизнь посмотрела. Да, это правда. То же самое, когда я езжу в Риме, у меня есть такое ощущение, как будто каждый камень, который там стоит, он такой вот старенький, 2000-3000 лет, в каждой камень, который прямо чувствуется история. Так что, я правильно сделала? Правильно. Помидоров достаточно или еще? На пятерочку помидоры достаточно или еще? А с этим что делала? 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 Нам достаточно апельсина, пока ее оставим в застуру, потом попозже сделаем кое-что другого. Смотрите, еще что-то, самая неприятная работа. Чесночок, я знаю, что у вас ручки пахнут духами, но куда деваться, чесночек надо. Регина. Регина, пожалуйста, да, раздали, молодец, Регина, все знает, не нужно ей вообще ничего сказать. Она прошла мастер-классом со мной. А, да, вот у нас есть наш тимьянчик. Нарезать мелко чеснок? Мы должны отбеглиться, листочки, от... Не, можно просто крупненько раздавить и все. Так, пойдет? Так, пойдет, молодцы. Итак, дальше что мы сделаем? Смотрите, возьмем наша чашечка, вот такая чашечка, и складываем внутри все ингредиенты, которые мы нарезали. То есть чеснок, черри, тимьян, басилик. А много надо? Нет, достаточно нам. На рыбочку это больше достаточно. Живаня, а когда ты вообще принял решение стать пором? Откуда это? О, это решение произошло примерно лет 19-13 назад. Я всегда люблю готовить, я всегда с бабушкой, с мамой, да. Я не, это пока еще нет. Сейчас будем что-то еще делать с этим. Когда бабушка с мамой, вот я люблю с ними постоять, рядышком смотрел, как они готовят. И всегда после школы, когда у меня было 12-15 лет, в таком возрасте, я всегда после школы, на летный каникулы ходил в ресторан готовить. Потом, после того, как я доучился в школе, сначала я выступил в университете, получил образование, высшее образование. И после этого я думаю, что быть юристом, ну и ученой юристом, было не мое совсем. И поэтому пошел, думаю, вот у меня есть такой опыт ресторанный. И пошел дальше работать в ресторане. И после этого я поехал в Египет, в Испанию, во Францию, в Сингапуре, в Румынию, в Россию, а, конечно же, в Италию. Вот уже как-то 12 лет я в ресторанном бизнесе. Смотрите, теперь апельсина, она так не пойдет. Цедра апельсина, когда очень толстая, он горчит, поэтому он неприятный будет на вкус. Мы должны его сделать маленький-маленький, поэтому сперва ее разрезаем вот так пополам. Потом держим пальчиками, пальчиками должны быть вот в таком образе, ну хорошо, чтобы маникюр не испортить. Держим и потихонечку пройдем ножом, чтобы у нас получились тоненькие-тоненькие-тоненькие соломки. Хорошо? Ну я боюсь, что так сможет сделать только Джованни. Ладно, делаю сам, уговорила. Вот такие вот. В России, не знаю, могу сказать или нет, есть такая поговорка, знаете ли вы, что мужчина работает, а женщина красивая. Вот поэтому это все привычное делать. Это про нас, Джованни. Да, да, Ирэн? Чезнок есть, базиличок есть, имя есть, помидоры есть. А, вот остался капец, капец просто ничего не разъясни, мы просто их добавляем смело. Слушай, а вот рыба по-сицилийски называется, это, наверное, рецепт от кого-то из дома? Ну а это, мы его называем по-сицилийски, почему, потому что это было любимое блюдо моя бабушка. Она каждый, не каждый день, но очень часто из-за того, что дедушка был рыбак, он каждый день ходил, плывал, плывал на море, и ловил там всякие рыбы. И очень часто он приходил с дорадами. Поэтому бабушка, она очень часто пользовала именно то, что у нее было в огород, поэтому там есть капец, конечно же, был базилик, конечно, были помидоры и чеснока, конечно, была привычная, чеснок. Вот это вот все она замариновала с оливковым маслом, солью и перцем, и потом уже выложила все на рыбу и запекала. Поэтому вот такой рецепт бабушка, она мне передала, и я постоянно его использую. И так же, как в ресторане, так же дома я эту рыбу обожаю. Отлично, попробуем. Так что нам осталось только наливать туда оливковое масло, пожалуйста, кто-нибудь. Буквально пару столовых ложек. У нас в Италии есть такая поговорка, масло кашу не испортит. Не знаю, в России есть тоже. Да, такая же. Да, соль, перец, пожалуйста. Давайте я хоть что-то сделаю. Один соль, друг, перец. Перекрутим. Можешь солить. Много? Перца можно много, а соль не очень много, потому что она соли, все равно морская штука. Поэтому она сама по себе имеет свой соль, и солить, солить особо много не надо. Если что, то солим потом. Теперь возьмем лопаточку и перемешиваем все это дело. Отлично. Уже выглядит очень аппетитно. Пахнет очень вкусно. Прямо вот хочется даже вот это съесть. Чуть-чуть апельсина, прямо буквально однодолго. И туда мы выжимаем сок. Отлично. Наш маринад готов. Теперь нам осталось его завернуть. Мы будем его готовить в фолге. У нас в итоге называется алкарточо. Карточо – это значит заворачивать завернутое в фолге. Да, но не только в фолге. Фолга и пергамент. Да, возьмем кусочек пергамента. Порвем вот таким образом и положим вверх. Вот так. Сюда мы теперь чуть-чуть оливку в массу брызгиваем. Буквально капельку. И выкладываем половиночку нашей начинки. Так. Половиночку. Хватит? Примерно, да. Сейчас рыбу сверху выкладываем. Сперва рыбу давайте возьмем, выкладываем. Конечно, я понимаю, что прямо на… Я понимаю, что трогать рыбу – это не самое красивое ощущение. Но давайте нам одно хватит. Одно хватит? Да, а то на диете потом в купальник не поместимся. А рыбы не толктеют? Ну, смотря сколько едим. Чуть-чуть сверху тоже подпечим и подсолим. И все остатки, да? Внутри, чтобы она не была пресная. И вот все остатки нашего соуса. Соус, начинка. Вот, теперь женские ручки. Нам нужны красивые. Чтобы завернуть. Чтобы завернуть, чтобы не были дырки. То есть мы должны быть аккуратненькими, чтобы не взломать наши органы. Давайте. Дернем, Май, попробуйте. Компетку. Раз, два. Чтобы прямо было… Это не особо важно. Так хорошо получается. И еще раз. Все. Рыбочку мы его завернули. Все ароматы сохранились внутри. Хорошо. Поэтому получается, что она будет париться. Сучная будет. Париться? Есть такое? Да, тушиться. Она будет тушиться, париться внутри, в своем собственном соку. И плюс все ингредиенты, которые мы клали внутри. Чеснок, тимьян, базилик, помидоры, черри, апельсины. Они останутся также внутри. И все вместе будет очень все вкусно. Поэтому, Регина, пожалуйста. Мы рыбку располагаем на решетку гриль. Таким образом, тепло будет равномерно распространяться. И она будет прожариваться и сверху, и снизу. Джованни, какой мы режим поставим? Поставим на режим гриль. Гриль, ставим режим гриль, 240 градусов. Примерно на 30-40 минут. На 30-40 минут. Ну вот, поставили на 30. И старт. Старт. И посмотрите, какая красота. Отлично. Ну что, пока у нас готовится рыба, мы можем немножко передохнуть. Так, 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 стоп. Что значит передохнуть? Мы привыкли, что к рыбе всегда должен быть гарнир. Да, ну не ссоритесь. Так что, давайте, смотри, сколько много здесь у нас овощей. Вот, как раз мы можем с вами готовить какой-нибудь овощной салат, который хорошо засчитается с рыбом. И она легкая, и мы должны переживать за нашу фигуре. Давайте, что вы бы хотели иметь в вашем салате? Помидоры, овуцы, перец. Перец обязательно желтый и красный, да, чтобы было вот такое разнообразное. Потом, конечно, соль, перец, и куда же бы заливковое масло, правильно? Давайте, выступаем к работе. Кто будет резать помидоры? Я. Я, хорошо. Как умеем резать помидоры? А вот, не знаю, по-всякому. По-всякому. Скажи, как надо. Дольками. Дольками. Пополам. Эту штучку убираем? Потом. Дольки вот так вот пойдут? Да, пойдет. Вот так, молодец. Нормально? Это самые красивые дольки, которые я видел в жизни. Не издевайтесь. Честно. Вот, если есть остатки, можно их съесть. Чуть-чуть солим и съедим. Так, Регина. Да. Давайте огурцы. Как вы хотите резать огурец? Кружочками или дольками? Кружочками или долками. Я второй тоже не езжу. А мы его почистим? Давайте мы сначала отрезаем верхушка и низушка. Потом возьмем экономка. Можешь сказать экономка? Можно. Вы знаете, что такое экономка? Нет. Экономка – это… Это овощечистка. Просто мы в ресторане это называем экономка, потому что она у нас экономит время и продукт. Хорошо? Давайте очищаем все по бокам. А, то есть мне, да? И потом давайте режем его трубышками. Так, я сделала. Что дальше надо сделать? Отложим за сторону пока. Вы забыли убирать попку. А, так вот я тебя и спросила. Ну, я сказал, потом. А, так это мне сейчас еще и попки теперь поубирать. Ничего себе! Так, мне кажется, это надо убрать. Не, не, оставляйте пару штук, мы их будем ползывать. А, использовать? Ну, не все, конечно, парочку. Так. Так, ну что, как мы нарежем огурец? Давайте мы ее нарежем не прямо кругляшками прямые, а чуть-чуть по… Половинками? А, вот так интересно. Вот так. Чуть-чуть подреми. Пожалуйста, можешь. Давайте мы, может быть, померем чуть-чуть сюда, чтобы… Продвигайтесь. Продвигайтесь. Вообще, конечно, готовить на глазах у шеф-повара, мне кажется… Все, сложно, конечно. Все, нам… А у нескольких десятков тысяч людей нормально? Нет. Нам столько хватит. Давайте мы сейчас возьмем полгарский перец, желтый и красный. Давайте я вам отдаю тоже другой нож, чтобы вы обеи были заняты. При работе, да. Пожалуйста. Только друг другу не тыхайте, ладно? Хорошо. И что делать? Полгарский перец. Нет, смотрите, как делается полгарский перец. Мы отрезаем стены. А, понятно. Хорошо? Все… А как называется? Ну, правильно, стенки. Стенки, все. Вот это вот все нам нужно. Вот эта попка тоже можно, можно тоже ее ползать. Вот это нам не понадобится на салат. Но если вы хотите варить бульон какой-нибудь овощной, вот это вот можно не выбрасывать, а как раз его использовать на бульон овощной. Скажи, как так? Так, ты еще нас и секретом научишь. Вот, теперь, смотри, вот так лучше ее резать, смотрите, не в этом сторону, потому что в этом сторону очень сложно резать, потому что он скользнет. Лучше его переворачивать наоборот, на сторону внутренней, внутренней стороны, и вот так режем тоненькие соломки. Сложно, что ли? Это на бульон. Мне, да, мне очень сложно. Потом будем варить очень вкусный куриный бульон. Но это не точно. Ну, неплохо получается. Неплохо, потому что ножи острые. А когда ножи не очень острые, так получается не очень. А ножи хорошие. Да, ножи хорошие. Дежипарту. Вот, смотрите, какой красивый у нас набор овощей получился. Есть желтый, есть зеленый, есть красный, вообще. Да, можно. Весна. А когда они будут? Семь. Хотя на улице не скажешь. Кстати, ножи, это наши ножи. Серьезно? Да, они тоже работают у нас в продаже. От Фаберлик? Да. Фаберлик Хоум. Это вот очень хорошие новости. Можно будет готовить дома с такими ножами, как и в ресторане. Очень-очень острые. Слушай, а это все нужно? Это не нужно. Все мы сейчас будем делать порцию для себя, да? Домашняя хорошая порция. Не как в ресторане, там по чуть-чуть. Вот прям ох. Чтобы можно было угостить все наши зрители. Все, ну хватит. Ну все. Я убираю. Все, можно попробовать, посмотрим, вкусно, невкусно. Ну так себе. Теперь давайте положим 3-4 оливки. Ну, нам нужно их косточки убрать, конечно. Как это вот делается? Ой, косточки убрать? Да. Я во рту убираю. Да? Бабушка моя тоже так и делает. Но невозможно давать в ресторане оливки с кочеком, с салатом. Потому что если ты его не заметишь, можешь зуб себе ломать. Хорошо? Поэтому нужно приложить сюда. А, ножом? И ножом раздавить, как на чеснок. Да, все понятно. Вот, все. Сейчас чуть-чуть раскроем слегка. Чуть-чуть не очень получилось. Не, нужно было посильнее. Покажи, покажи. А я эту съем, можно? Да, давай. Ну, конечно, доска не самая. О! Вот да! Сила! 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 Вот, откроем и достаем косточку. Хорошо? Оливка готова? Давай, далее. Подожди. Ой! Я показала теперь. Подожди. Ох ты! У меня все равно не получается. Съешь давай еще. Она так все оливки съест. Кстати, очень вкусная. Ну, наверное, оливки такие. Не итальянские, по-моему. Ну, вкусные. Вкусные, да. Вот, давайте. Нам еще раз одну. Давайте, Регина, ваша попивка. Ну, у тебя очень хорошо получается. А я мусор буду убирать. О! Смотрите-ка. Да? Да. Правильно? Угу. Получается, почему нет. Получается. Ну, косточка, конечно, не будет выходить никогда. Очень-очень чисто. Да? Потому что они зеленые. На оливки черные она отходит очень просто. На зеленые она чуть-чуть застревается. Да. Давайте оливки режем пополам, чтобы они были чуть-чуть поменьше. Не прямо мелко-мелко. Ну, половинки, четырестинки. Ну, вот так вот. Вот, теперь уже можем оформить наш салат. В каком-то веку вы бы хотели отдавать салат? Ну, давайте в этой. Достаточно, правильно? Это вот у нас много. Поэтому давайте, как выступаем. Мы должны теперь делать... Красиво. Красиво. Давай я предлагаю это. Возьмем дурки помидорками и положим по бокам, да, чтобы они были видны. Раз, два, три, четыре, пять. Я уже с ними была, так я и буду. Как часы. Нет, давай стоим, чтобы они стояли. Да, вот так. Опа. Боже. Молодец. Все, я сделала. Вот, уже красиво получилось. Давайте, между ними мы положим через одну болгарский перцем. Это ты. Желтый, да. Можно так? По два, по три, да, чтобы было поздненько. Вот, чуть ниже, чтобы они не так сильно торчали. Ага. Так, еще желтенький мне нужен. Давай, еще желтенький. Так. Давай огурчики тоже положим прямо по центру. Прямо у нас все. Мастер-класс. Мастер-класс. Мы клали все ингредиенты, остались только оливки. Поэтому давай добавляем рандом оливки, и потом украшаем наш салатом со листиком базиликом. Или базилика. Базилик или базилик? Базилик. Базилик. У него прямо самая красивая веточка. Перед тем, как положить базилик, мы должны с вами положить оливки. Положили, солить, перчить и маслит. Сейчас я это вытру. Останови меня. Еще, 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 еще. Много! Нет, шучу. Хватит, хватит. Хватит? Дай, чуть-чуть с солью. Достаточно. И пару капель оливкового масла. Чтобы отдавать... Ой, отследите за мной. Завижу. Чтобы отдавать чуть-чуть вот изюминка, мы можем еще туда выжимать чуть-чуть сок апельсина. Подводим в дождь и вот туда, пожалуйста, выжимаем. Ой, молодцы. Все, наш салат готов. А зачем нам нужны были огурцы? Огурцы можно тоже их взять. Также, помните, как мы резали соломки тоненькие-тоненькие, цедра апельсина? Да, да. Можно то же самое с ним делать. Давайте я ее уберу на секундочку, чтобы было удобненько. Тоже вот такие тоненькие-тоненькие соломки. Это отдельная мастер-класса, порезки. Если есть возможность, если у вас будет дома, возможно положить вот эти соломки маленькие на ледяной воду с солдом. Они станут вот такие более хрустящие и можно их будет прямо взять вот так, как будто пасху и пользовать на украшение зверху. Еще мельче. Нет, остались пару штуки покрупнее. Вот их возьмем вот так, и положим вот так. Потом возьмем наш листочек басилик. И наш салат готов. Все, наш салат готов. Вуаля, красота. Бон аппетит, приятного аппетита. Так что, у нас на курицу осталось буквально 5 минут. 5 минут, она рыба. Она рыба. Остала курица. Ничего страшного. Курицу я сказал? Да. Ладно. Она же рыба. Осталось 4 минуты. 4 минуты. Я предлагаю уже чуть-чуть перебираться. Дамы, я знаю, что это ваше дело. Мужчины этого не занимают. Купи не берем. Хорошо. И мы поможем. И уже мы начинаем сервировку. Конечно, у нас осталось очень много. Но мы и так отложим, чтобы потом воспользоваться. На потом отложили. Такая подойдет? Отлично. Такая подойдет. Мы можем теперь, мы можем сделать с вами украшение тоже с апельсином. Поджиму, потому что у нас здесь апельсин есть, правильно? В нашем ингредиенте, который для Дорадо. Поэтому мы будем украшать тарелку тоже с апельсином, чтобы у нас был такой вот взвет в тарелке. Поэтому нам нужно будет маленькая долка. Режем апельсину пополам. Вот. Пополам. И от самой апельсины нам нужна только одна... Как она называется? Спасибо вам большое. Одно колесо. Да? Кружочек. Кружочек. Потом кружочек резаем вот сюда. И выкладываем нашу апельсину вот так вот здесь. Вот. А рыба сколько осталось? Три минуты. Еще можем, конечно же, положить базилик. Базилик всегда сочетается со всем. Какой запах от базилика. Выключаем. Выключаем. Посмотрим, что у нас получилось. Откроем крышечку апельсина. Да, вкусненько пахнет. Убираем. Так. Так, теперь. Нам нужно достать... Да, можно я... Ну, давай, да. Мы берем, как раз нам потребовали щипцы, для того, чтобы нам не обжечься. Переложим сюда. Сюда выкладываем. Ждем, что пока она остынет. И посмотрим. Как? Пахнет хорошо. Аромат. Ой, как вкусно пахнет. Вот видите, ничего не стекло. У нас фолга осталась совершенно сухой. Теперь разворачиваем. Ой, какая красота. Ой, какая красота. И красиво, и полезно. Вот, теперь, друзья, мы можем, конечно же, доставать рыбу оттуда и переложить в тарелку. Так же, как можем, если мы дома, да, разворачивать просто краечки из нашей бумаги. И переложить его прямо в бумаге, сразу на тарелке, чтобы все соки, все аромы остались туда же. Хорошо? Вы как хотите сейчас? Так вот. Да, давайте прям пергаменько. Давайте прям его возьмем. А это я убираю. Переложим сюда. Встреча. Верно, так, чтобы апостейно было видно. Положим его сюда, рядышком. Вот что значит руки мастера, да? Листочек базилик можем поражить сверху. Ой, как красиво. Очень красиво, Джованни. Супер. И всем приятного аппетита. Бон аппетита. Бон аппетиту. Бон аппетиту. Продолжение следует... Продолжение следует...